Увы, Игорь Евгеньевич, я ему звонил, он 15 минут назад прибыл, забыл участвовать в такси-ейдинг, он присоединится позже. Сергей Федорович Погненко просил извинения, он сейчас председательствует на съезде паспулярных хирургов, которые проходят в другом месте. Появится здесь в 11.30, ну, соответственно, на сессии не будет. Пришло время начать, и я с удовольствием предоставляю слово своему учителю, который поставил меня первую очередь в Йорков. Я был такой отличник, Иван Васильевич Четыре, поставил, потому что я плохо знал его предмет. Иван Васильевич Говоронский, вариант на анатомию поджелудочной жизни. Глубоковажаемый президент, глубоковажаемые коллеги, прежде всего мне очень приятно, что вы пригласили меня на такой международный серьезнейший форум. И то, что первая лекция посвящена анатомии, это подчеркивает ее большую роль именно при выполнении различных серьезных онкохирургических вмешательств. Почему меня пригласил Алексей Михайлович? Дело в том, что, прежде всего, в военно-медицинской академии уже более 100 с лишним лет разрабатывается проблема-вариант анатомии. Первые исследования связаны с именем великого анатома Грубера Венцеслава Леопольевича. Более 600 работ посвящено изучению вариантов на анатомию. Затем этим занималась школа Виктора Николаевича Шелкуненко на кафедре оперативной хирургии. И этому посвящены многочисленные работы по анатомической изменчивости. Но за более чем 100 лет прошло очень много изменений. И первое из них, это вы видите перед вами, полимерно-бальзамированные препараты. Это натуральные анатомические экспонаты, изготовленные по моей технологии, за которые я и получил как раз звание лауреата премии правительского области образования. И действительно, благодаря вот этой технологии, анатомия, как говорил великий анатом Томбов, из дурно пахнущей, трудно запоминающейся и быстро забывающейся, стала в эстетическую приятную науку. И можно действительно, без всяких бальзамирующих растворов, без баллов, посмотреть анатомический экспонат реальный, посмотреть его токограф, анатомические отношения, цвет, консистенцию, орган. И самое главное, все это экологически чисто. Ну, я не буду так, почему-то, то еще секундочку, не переключается. О, переключалось. Что-то с указочками, но не переключается, извините. А, переключилось. Если с таким темпом будут переключаться, я не уложу в собой 25 минут. Я очень прошу извините. Естественно, рассказывая варианты анатомии поджерудочной железы, мы должны начинать все это с развития. И развитие, как вы видите, начинается очень рано. 4-5 недель, когда имбриончик всего 1 см. Но уже видно, что первичная кишка начинает немножко дифференцироваться. Если на первом месяце она равна, ровно, в длине зародыша, широкая, короткая и запаянная с двух концов, то уже на пятой неделе открывается и глоточный, и локальный ее конец, дифференцируется желудок, и из будущей 12-перстной кишки под желудком, вот здесь вот, закладывается печень, закладывается желчный пузырь под закладкой желчного пузыря, и две закладки под желудочной железы, дарзальная и пентральная. Здесь представлена дарзальная брюшайка, и видно, как из дарзальной брюшайки уже на пятом месяце, на пятой неделе внутриутробного развития, начинают врастать основные источники кровоснабжения. Обратите внимание, что на шестой неделе эмбриогенеза уже существенно удлиняется кишечная трубка, хорошо выделяется дифференцируется желудок, растет больше всего печень, и начинается поворот. И вот этот поворот приводит к тому, что закладки железы сливаются, вентральная и дарзальная закладки сливаются. После двух месяцев внутриутробного развития, вы видите, уже происходит то, что из интроперитениального положения поджелудочная железа переходит в ретроперитениальное. Вокруг поджелудочной железы формируется подвышенная клетчатка, здесь уже полностью дифференцируем и хорошо разве весь кишечник. И вот это как раз вот и свидетельствует в том, что у человека при вертикальном положении тела поджелудочная железа оказывается расположена ретроперитениально. Если бы вы посмотрели на кошечку, собачку, на живучепероногих животных, то у них остается в дарзальной брыжейке интроперитениальное расположение поджелудочной железы и 12-перстной кишечника. Эта схема как бы синтезирует весь этот процесс, и вы видите вот это первичная закладка, вот закладка вентральная, вот дарзальная, вот это произошел поворот, а вот уже на стадии двух месяцев, восемь недель, происходит слияние протоков, и вы видите, что основной проток сливается, и вот будет с вентральной закладкой формироваться версунгий поток. И здесь дни соединены. Обратите внимание, что если поворот произойдет в противоположную сторону, то будет образоваться кольцеобразный отросток, который очень часто, особенно на ранних стадиях развития, уже после рождения детишек, сдавливает 12-перстную кишку. Это вот кольцеобразный отросток поджелудочной железы. Нередко в результате развития и неполного поворота вентральная закладка остается прямо в стенке желудка, и ее можно скутать с опухолью желудка. Таких работ в метерапиле очень много, и это действительно тоже является одной из тяжелейших аномалий развития. Хотя может протекать это очень длительно, без всяких клинических проявлений. Это с кем-то показывает развитие энтокринной части поджелудочной железы. Желтым цветом здесь показаны азмусы, и формирующиеся из впадающих под острыми прямым углом протоков под азмусом в версунгий проток. Из эпителия протока будут выделяться вот такие кольцеобразные структуры, которые потом ошнуровываются, и они формируют островки лангендарса. Это эндокринная часть железы. Несколько слов о внешнем строении поджелудочной железы. Ну, вы видите, что поджелудочная железа имеет голову, ушей, тело, хвост. Выделяете же курочковидный отросток и сальниковый бугор. Все эти образования можно реально посмотреть на анатомических препаратах, которые позволяют четко передать натуральную форму. По поджелудочной железы выделяют три края, верхний, передний и нижний, и, соответственно, три поверхности. Задняя поверхность здесь не видна, потому что железа находится как раз на задней стенке брюшной полости, а видна передняя верхняя и передняя нижняя. Обратите внимание, что железа имеет дольчатое строение. Это ее особенность. Вот. И магнометрические характеристики железы представлены вот на этом слайде. Она очень вариантов. Как по длине брюшки может быть 15 см, а может быть 22 см, а в некоторых случаях даже и больше. Уровина ее варьирует в 3 раза от 3 до 9 см, толщина тоже самое варьирует. Ну и, соответственно, и масса железы. Естественно, существует очень четкая взаимосвязь между массой тела, между формой телосложения и величиной поджелудочной железы. И здесь приведены несколько функциональных биопоказаний, что поджелудочная железа находится в очень тесном функциональном взаимодействии со всеми органами пищеварительной системы. И она вырабатывает за сутки очень большое количество панкреатического сока. Ведь до полутора-двух литров. Это основной, в общем-то, сок для переваривания практически всех ингредиентов пищи. Касательно вот головки поджелудочной железы и шейки и тела, то здесь я только на головке остановлюсь, существуют самые различные ее формы. Это можно наблюдать и на анатолийских препаратах, и на вот этой вот схемке. Видите, головка может быть круглоромбовидная, треугольная трапециевидная, продолговатая. Выраженность крючковидного отростка может быть различная. Иногда он практически сливается с головкой, и его невозможно увидеть. Иногда он достигает довольно-таки больших размеров и имеет такую треугольную специфическую форму. Поджелудочная железа, как вы видите, располагается безапевшинно, ретроперегненно. Если по отношению отбрать по областям живота, то долог находится в эпигастральной области, и часть тела и хвост уходят в регион-легу хондриака, синистра в левую подреберную область. Что касается скелетотопии, она тоже очень вариабельна. Наиболее часто она располагается на уровне L1-L2 головка, а ось на уровне L1. А могут быть варианты, когда поднимается поджелудочная железа и располагается горизонтально, поднимается до уровня L12 или спускается даже до уровня L3. И вот здесь показано, где она будет располагаться при ситус висцеруменвензус, при зеркальном расположении органов. Что касается синтопии, она очень сложная. Если посмотреть на полость брюшины, когда мы вскрываем переднюю брюшную стенку, то поджелудочная железа, она прикрыта, будет, как вы видите, малым сальником, она прикрыта желудком, и правильно было бы ее название за желудочная железа. А вот если мы сделаем отсечение большого сальника и отвернем желудок кверку, то действительно здесь проявляется поджелудочная железа. Вот такое ее расположение. Поджелудочная железа находится в плотном окружении большого количества. Головку окружает 12-перстная кишка, сверху находятся сосуды селезенки и желудок, хвост упирается в ворота селезенки, а снизу находятся как раз вот селезеночные ноги поперечной ободочной кишки, и сзади располагается целый комплекс крупных сосудов нижнего пола вена, а ворота и газентериальные сосуды, артерий, веном газентерика супериор. Здесь представлена топография поджелудочной железы на горизонтальном срезе, и можно видеть, что сзади располагается как раз вот эта венокава инферия, аорта, почка левая, селезенка, это воротная вена, и здесь будет располагаться желудок. Вот такова сложная синтепия поджелудочной железы. Обратим внимание на микростопическое строение. 97% всей массы железы предназначено для вырабатывания панкреатического суха. Это как раз вот астма, структурно-функциональная единица экзокринной части поджелудочной железы. Всего 3% приходится на эндокринную часть, которая располагается в хвосте и в прилежащей к хвосту части тела поджелудочной железы. Это комплекс гормонов, которые вырабатываются эндокринной частью поджелудочной железы. Ну и вы видите, что здесь есть различные клетки. Это и бета-клетки, которые продуцируют инсерин, и альфа-клетки, которые продуцируют глюкогон, и сонахастатин секретируется дета-клетками, бета-клетки, которые секретируют панкреатический полипектив. Таким образом, здесь есть целый комплекс различных гормонов, которые продуцируются клетками островков лангенганса. Что касается протоков поджелудочной железы, то после слияния вы видите вот этот вирсунгин проток, который открывается на большом сосочке поджелудочной железы и сливается, здесь образуется ампула с общим печеночным протоком, с общим железным протоком. А вот это санторинги проток, который считается малым протоком. Обратите внимание, что вирсунги проток всегда соединяется с общим железом, 100%, а вот санторин никогда не соединяется с общим железным протоком. И вот здесь вот как раз показано строение ампулы в области сосочка, большого сосочка 12-перцевой кишки, где находится сфиндер-конки, который устроен, как вы видите на этой схемке, не только из круговых циркулярных волокон, но имеет и систему продольных волокон, которые распространяются, как видите, как на общей железе, так и на вирсунги проток. Протоки очень вариантные. И вы видите, что здесь может быть слияние и формирование типичной ампулы. Вот это действительно истинно типичная ампула, которая имеет протяженность до 2 см. В некоторых ситуациях ампула раздавлена, и по сути дела это отдельное упадение общего железного вирсунги протока. В некоторых случаях бывает... Извините. Не слушается. Так, в некоторых случаях бывает полное разделение протоков перегородкой и полное слияние двух протоков без формирования ампулы. Если посмотреть соотношение протоков между собой, как они открываются в просвете 12-перстной кишки, вы видите, расстояние между ними очень вариантов. От 2 до 5 см. Это большой сосочек гладенальный, это малый гладенальный сосочек. В некоторых случаях это расстояние может даже превышать 5 см, и малый сосочек может для сонториньего протока открываться даже внуками с 12-перстной кишки или открываться даже практически рядом с пилорической частью, что может осложнять выполнение оперативных мешатис на желудке при пилоропластике, приводить к перевязке этого протока, ну и, соответственно, вызывать панкреатик. Обратим внимание на вариантную анатомию взаимоотношений Версунгова и сонториньего протока. Обратите внимание, что в 60-70% случаев, конечно, превалирует Версунгова протока. Но в 10-25% случаев, вот это по разным актам, будет превалирует сонториньего протока. Очень важно, что в 10% случаев между ними отсутствует анастомоза. То есть нет анастомоза между протоками, и, соответственно, когда при оперативных мешательствах, при перевязке протока, 100% будет панкреатик. Это очень важно учитывать при оперативных мешательствах. Как раз показана схемка отсутствия анастомоза. Кровоснабжение поджелудчей железы очень сложное и взаимосвязано с окружающими органами. Видите, здесь комплекс органов, печень, желудок, селезенка, 12-перстная кишка, и вот сосуды находятся в очень тесной топографо-анатомической связи. Обратите внимание, что это же касается и не только кровоснабжения, но и иннервации. Вот здесь вот показаны сосуды поджелудочной железы в виде спереди. Вы видите, что от артерии гастрогенональдс идет артерия панкреатико-дюнадис супериор, от мазетерика супериор артерия панкреатико-дюнадис инфериор. По телу идут многочисленные панкреатические ветви, и здесь идут ветви от селезеночной артерии, от колдарной панкреатической ветви, которые образуют на поверхности железы и внутренние многочисленные анастомозы. Что касается вида сзади, то вот показаны сосуды в области головки железы, в том числе и сзади также проходят ветви верхней панкреатико-дюнадисной артерии и нижней артерии панкреатико-дюнадис инфериора. Таким образом, кровоснабжение железы очень интенсивное, очень сложное, но оно очень вариабельно. И прежде всего, эта вариабельность зависит от вариантной анатомии чревного ствола. Здесь показаны различные варианты чревного ствола. Это очень вариабельная структура. Буквально вчера у нас защищалась кандидатская диссертация по варианту анатомии чревного ствола и различных ее атипичных вариантов. Вот из этой диссертации я взял слайд, где показано, какие могут быть варианты. В литературе существует очень много классификаций, посвященных вариантов анатомии чревного ствола. Мы здесь привели к количеству ветвей, отходящих от чревного ствола. И видите, может быть бифуркация, рефуркация, квадыфуркация и даже пентафуркация. За, конечно, ограниченностью времени я не могу показать вам эти прекрасные картины, вот этих всех вариантов. Но поверьте мне, что они все на сегодняшний день с помощью современных методов прижизненных исследований очень прекрасно выявляются. Но общее количество атипичных вариантов ветвей и чревного ствола достигает 9%. Это очень большая частота. И, соответственно, это сказывается и на кровоснабжении поджелудочной железы. И обратите внимание, что очень серьезно кровоснабжение поджелудочной железы валили от того, какая селезеночная артелия и как она располагается относительно селезеночной вены. Ну вот, можно видеть, что селезеночная артелия может быть, видимо, линейного ствола располагается впереди под селезеночной вены. Может погибать селезеночную вену. Может образовывать петли везеля или быть изогнутой и иметь очень высокую варианту. Что касается виновных сосудов, то это самая вариантов система в теле человека. Поэтому источники оттока крови, корни, притоки для воротной вены, куда оттекает кровь поджелудочной железы, они будут во многом похожи интраорганные, такие же, как и артерии. Ну и в данном случае вот мы наблюдаем селезеночную вену. Здесь она сливается с нежной приезжающей, образуется общий ствол селезеночной приезжающей. И вот консируется воротная вена. А сюда впадают многочисленные притоки воротной вены. Таким образом, формирование ствола воротной вены также очень вариабельно. И здесь можно наблюдать различные варианты слияния консируется. Видите, может быть вот такой вариант, который я показывал, когда образуется селезеночно-приезжающий ствол. Может быть вариант, когда нижняя приезжающая впадает в верхнюю приезжающую вену. Могут в три сосуда сразу сливаться вместе и образуется типичный консируется. Ну и нередко бывает такая ситуация, когда первая кишечная вена вливается как раз в консируется и тоже может осложнять проведение оперативных вмешательств при особенно каких-то реконструктивно-пластических операциях, связанных с вовлечением сосудов. И хотел бы обратить еще ваше внимание на очень высокую вариабельность ствола гены, которые могут формироваться, по нашим данным, в качестве восьми вариантов и впадать в ствол воротной вены. Что касается оттока лимфы, то хотел бы обратить ваше внимание, что региональные узлы первого порядка располагаются по ходу сосудов. И здесь вот можно видеть пиларические институтные лимфатические узлы, селезеночные лимфатические узлы, собственно, панкреатические узлы и узлы червного ствола, а также узлы верхней брюшечной артерии. Ну и сзади располагаются панкреатодоргинальные узлы, которые особенно хорошо выражены вот в области головки и шейки поджелудочной железы. Иннервация поджелудочной железы осуществляется за счет симпатических и парасимпатических нервов, в которых проходят афорентные волокна. Ну и вы видите, что симпатическая иннервация, это мы ее называем афорентные волокна спинальные, и идет симпатическая иннервация плексус конкреатодоргинуса, плексус и геркус, это подбрюшного артального воспреждения, а также постгангленарные волокна непосредственно от парабротебральных узлов Т8-Т12. Поэтому иннервация симпатической железы, симпатическая иннервация желудочной железы, очень мощная, потому что симпатические нервы, прежде всего, идут по артериальным сосудам, образуют целое исплетение в стенке сосудов, это как бы четвертый оболочек, а количество сосудов, я вам демонстрировал, очень и очень большое. Парасимпатическая иннервация осуществляется за счет панкреатических ветвей нервус-вагус, это задний слой, вот он опускается и образует как раз тоже сплетение. Уже в самом органе поджелудочной железы симпатические и парасимпатические волокна соединяются и образуется панкреатическое сплетение. Вот здесь вот продемонстрированы как раз все варианты, я прошу извините, очень плохо работает указка, классификация всех вариантов строения поджелудочной железы. Таким образом, вот если все синтезировать, то нужно выделить вариантную анатомию собственной желудочной железы, которая касается формы, положения, попографии, так, образ анатомических отношений. Вариантная анатомия протоков, главного, верстонглевого и самой ампулы, в чем начало поджелудочной. И, наконец, вариантная анатомия сосудов, артей, вен и лимфатических сосудов вузов. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Евгений Васильевич. Я прошу прощения, я могу сказать, что, если у вас будет возможность, в ходе докладов, между докладами, после докладов, подойдите, пожалуйста, к вам слову. Все эти препараты сделаны по методике, авторской методике Ивана Васильевича. Вы можете позволить его на СИГ, даже потрогать, какую пластичность обладают эти препараты. И мы очень надеемся, что у нас очень сложно все заводится, что нам удастся вместе с Ивана Васильевичем организовать, наконец-то, кадаверные курсы по колорактальной хирургии и желудочной железы. Здесь масса организованных моментов технических, но Ивана Васильевича проводит огромную работу. И в отличие от очень многих, скажем, асов-специалистов, он очень близок к клинике. И у нас на Кафе имеется оригинальная методика влажного бальзамирования, которая полностью сохраняет эластичность и позволяет, и вот при эндовидеокеоргическом вмешательстве, в общем-то, раздувать, что называется, волос, мушину и порошок ткани, в общем-то, эластичного, позволяет потом проводить эндовидеокеоргическое вмешательство. Точно так же можно проводить диссерцию, в буквальном смысле, разделяя на слои. Спасибо. Спасибо.